ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И, например, Бельгия, которую представляет вокалистка с уникальным тембром. И это только несколько участников, которые появятся на сцене до Никиты Алексеева. Но на номер 8 из Беларуси тоже делают ставки. Евровидение известно своей непредсказуемостью. И те, кто давно следит за интригами и поворотами этого события, уверены, что Беларусь поддержит в полуфинале. Ведущий популярного интернет-блога о Евровидении Дебана Дереми, услышав о нашей стране, и вовсе сразу цитирует строки песни. Это такая потрясающая история с красивыми словами, чувствами и розами. Алексеев – настоящая звезда, и то, что он собирается сделать сегодня на сцене, должно впечатлить. Приятные прогнозы из Лиссабона делает и король поп-сцены Филипп Киркоров. Артист часто выступает продюсером участников из разных стран. В этом году написал песню для Молдовы. Группа выступает во втором полуфинале, так что сегодня тоже поддерживают Беларусь. Я лично имел отношение к Беларуси, продюсируя Диму Колдуна с песней «Work your magic». И пока это самый высокий результат на конкурсе Евровидения для Беларуси. Конечно же, сейчас Беларусь представляет прекрасный артист Алексеев Никита с прекрасной песней. И у него есть все шансы побить наш Димой рекорд 2007 года. Белорусский номер отличается особенной лирической атмосферой. Пока некоторые используют вспышки огня и феерию мыльных пузырей, Алексеев искренне рассказывает свою романтическую историю о чувствах. Драматургия выступления полностью раскрывается именно в теле трансляции. Поэтому зрители у экранов обязательно прочувствуют композицию и, надеемся, проголосуют за Беларусь. Я знаю, что очень много беларусов меня поддерживает. И я хочу сказать всем-всем-всем огромное спасибо. Я правда это чувствую. Внутри меня есть огромная энергия, ваша энергия. Спасибо, что вы со мной делитесь. Я, конечно же, передам этот импульс, наш импульс всей европейской аудитории. Совсем скоро Никита Алексеев вместе со своими чувствами и песней подарит эту розу всей Европе. Мы работаем в пресс-центре. Отсюда будем вести прямую трансляцию на официальный аккаунт ОНТ в Инстаграм. Здесь вместе с нами работает больше тысячи журналистов. Верим, что после первого полуфинала у них будет желание написать о Беларуси. Анна Волковец, Дмитрий Буй. Наши новости ОНТ. Португалия. Продолжение следует.